Спорт Юлиану Апикунову привела двоюродная сестра. Тогда, 8 лет назад, будущая чемпионка пришла просто посмотреть, как тренируются тяжелоатлеты. И с тех пор стены клуба «Богатырь» стали для нее вторым домом. Тренер уже сказал, давайте попробуем, просто с палочкой попрыгать. Ну, я попробовала, мне понравилось. Сестра занималась, я тоже. Мне понравилось, начала заниматься. Мне нравится заниматься, я здесь отдыхаю, мне очень нравится. Вместе с другими воспитанниками школы Олимпийского резерва «Олимп» Юлиана приняла участие в первенстве Московской области по тяжелой атлетике среди спортсменов до 17 лет, которая проходила в Орехово-Зуеве. В самой большой весовой категории 69+, она заняла первое место. Во время награждения фамилия Апикунову звучала дважды. Родная сестра Юлианы Ксения в рамках первенства установила рекорд Московской области в толчке среди спортсменов до 15 лет. Она подняла 87 килограммов, но результатом осталась недовольна. Говорит, надо больше тренироваться, чтобы в следующий раз взять больше вес. У меня была одна соперница, которую мне надо было обыграть, ну и получилось. Ну там борьба у нас с ней шла. Страшно было, но все равно надо было собраться и сделать это. Немногим из делегаций от Ленинского района удалось показать высокие результаты. Юношам призовые места не достались, зато еще одна наша землячка заработала золото. Ксения Сидельникова в весе 58 килограммов. Я хочу в ближайшее время поднять мастера спорта России. А что для этого надо делать? Мне нужно прибавить в лучшем результате в рывке и в толчке. Всего мне осталось 7 килограмм набрать. И нужно это поднять на первенстве России. На выступлении в первенстве России большие планы строит не только Ксения. Тренер девочек Алексей Корытько уверен в успехе своих подопечных. Поэтому не прекращает с ними усердные тренировки. Задач много, все они по силам. Будем стараться работать. Дай бог, чтобы травм не было. Ну а так, я думаю, все наработано. Отдыхать чемпионки и ненамеренные сразу по возвращению с соревнований вернулись к привычному графику тренировок, чтобы в следующем году осуществить все свои мечты и достичь еще больших результатов. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Сергей Ларин, Видное ТВ.